Всем привет! В эфире ProNet. Предлагаем вам в очередной раз совершить увлекательное путешествие в мир технологий, гаджетов и концептов. И вот о чём пойдёт речь в ближайшие пять минут. Как правильно витать в облаках? Практическое применение облачных технологий. Видео-горизонталь. Новый способ придать роликам подавающий вид. Облачные вычисления для подавляющего большинства компьютерных пользователей всё ещё остаются чем-то далёким и загадочным. Относительную популярность набирают облачные хранилища, такие как Dropbox или SkyDrive. Однако специалисты уверены, будущее именно за удалёнными вычислениями, а не пассивным хранением файлов. И наглядно демонстрируют это на примере своих роботизированных разработок. Этого заключённого в пластиковые доспехи робота зовут Амиго. Машина оснащена манипуляторами, похожими на руки, но передвигается на колёсах. Амиго на примере действий с пакетом молока демонстрирует возможности проекта RoboEarth. Команда поступает из города Эйнховен на юге Нидерландов, после чего робот Ави входит в больничную палату, сканирует расположение мебели людей и пакета молока. Далее информация отправляется в облако, обрабатывается и за дело принимается Амиго. Несмотря на то, что робот никогда раньше не был в этом помещении, он прекрасно осведомлён своим коллегой о его рельефе. Это позволяет ему аккуратно взять и поднести молоко к краю кровати. Если в помещении присутствуют люди, это значит, что обстановка всё время меняется. Всё не так, как на заводе, где вещи постоянно на одном и том же месте. Справляться с такими ситуациями крайне сложно. Поэтому здесь неуместен робот запрограммированный делать что-то одно. Он должен быть самообучаемым. Проект RoboEarth объединяет несколько технологий. Первое — это библиотека программного кода для управления машинами. Второе — это вычислительное облако, в рамках которого работает несколько соединённых по сети компьютеров, производя сложные математические операции, которые недоступны процессорам, установленным на роботах. Третий компонент — это коммуникационный канал для передачи и приёма команд. В моём понимании, облако — это нечто большее, чем просто удалённый сервер. Это очень гибкая вещь. Вы можете арендовать сразу несколько компьютеров, которые будут параллельно производить миллионы операций в секунду. Это позволит создавать трёхмерные карты в режиме реального времени. В работу проекта RoboCloud вовлечена ещё одна машина. Робот-дворецкий получает упаковку чипсов и везёт её по указанному адресу. Разработчики уверены, для робототехники наступают золотые времена. Ведь с развитием скоростных 4G-интернет-соединений электронные помощники станут проще и дешевле. Их не нужно будет оснащать дорогими процессорами. Будущее облачной робототехники выглядит захватывающим, потому что в первую очередь появляются новые стандарты мобильной связи. Например, 4G, при помощи которых можно передавать большие объёмы данных, не опасаясь пакетных потерь информации. Пакетные потери происходят во время передачи данных через интернет. От файлов как бы отваливаются небольшие кусочки, что ведёт, например, к ухудшению качества видео. В успех начинания верят не только авторы проекта. Инвесторы голосуют за роботизированное будущее долларом. RoboCloud уже привлёк 5 миллионов инвестиций, и, похоже, это только начнёт. Смотреть видео с гигантскими широкими краями по бокам – настоящее испытание. Съёмка на мобильный телефон в вертикальном положении, особенно раздражительной, называют чумой 21 века. Пользователи либо ленятся поворачивать телефон в горизонталь, либо просто забывают. Однако эта болезнь поддаётся лечению. Компания Evil Window Dog разработала мобильное приложение под названием Horizon. Оно признано не только устранить синдром вертикального видео, но и сохранить нервные клетки зрителям. Horizon использует установленный на смартфонах гироскоп. Устройство автоматически определяет положение гаджета в пространстве, и в итоге, в каком бы положении ни находился телефон, программа делает правильные кадры. В процессе съёмки камеру можно переносить из вертикального в горизонтальный режим, при этом на результате это никак не отразится. Зрители смогут посмотреть видео без какого-либо дискомфорта. Но стоит признать, что такое решение проблемы далеко от дела. В вертикальном положении угол обзора становится меньше, и к тому же сокращается реальное разрешение картинки. Но если перед пользователем не стоит выбор между качеством видео и удобством съёмки, то он очевиден. На сегодня всё. Вы смотрели программу ProNet. Все наши выпуски ищите также на сайте канала 24KZ, и оставайтесь онлайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова